А мы еще раз напомним о том, что мы сегодня говорим об интернет-магазинах, а также о интернет-покупках. Если вы совершали таковые, то звоните, делитесь мнением 222-333. Прямо сейчас я хочу представить гостю. Это Дания Маштакова, хозяйка бутика одежды, ну вообще частный предприниматель. Наверное, так можно сказать. Доброе утро, Дания. Доброе утро. Дания, ну давайте начнем с того, как давно вы занимаетесь традиционным, скажем так, способом покупки-продажи. То есть предлагаете именно одежду именно в бутиках, в магазинах, на рынках. Так, наверное. Ну, история нашего бизнеса довольно интересная. 17 лет мы на рынке, мое семейство, моя семья. А я, как продолжатель семейного дела, уже более двух лет развиваю именно бренд. Бренд Дания. 17 лет – это достаточно приличный срок. Да. И, Дания, вот сейчас все движется, жизнь не стоит на месте, все развивается, новые технологии. Тем более, есть ли у вас возможность, или, может быть, вы уже так делаете? Сейчас делают так – фотографируют одежду и выкладывают на своих страничках в соцсетях, либо создают какую-то отдельную страницу на сайте. Вы так поступаете? Да, едя в ногу со временем, мы создали свой сайт непосредственно с нашим брендом – dania.kz. Там мы размещаем весь наш ассортимент товара, все, что мы предлагаем на сегодняшний день. Там выкладываются наши фотосессии. То есть, ну, полностью вся жизнь наших салонов одежды. Полностью будни и какие-то культурные мероприятия наподобие показов. А цена в интернет-магазине и в вашем бутике отличается, или остается одной и той же? Вы знаете, интернет-магазина пока как такового нет. Просто выставлен определенные виды товара, все, что у нас есть. Но в бутиках цена всегда одинаковая, фиксированная. У меня вот такой вот вопрос. А откуда привозите одежду? Одежда у нас приезжает либо из Турции, либо из Эмиратов, Объединенные Арабские Эмираты. То есть, качественная, не обычно боятся китайские ширпотребы и так далее? Да, нет, ничего вредного для здоровья, никаких тканей вредных для нашей кожи. Чисто натуральное, качество очень хорошее. В этом плане одежда изумительная. Сегодня говорим об интернет-магазинах. Вот у нас есть дозвонившийся телезритель. Алло, доброе утро. Доброе утро всем. Вы хотите поделиться своим мнением или у вас есть вопрос к нашей гости сегодняшней? Нет, я хотела бы вообще спросить вот по поводу интернет-магазина. Вот у меня подруга заказала по интернет-магазину товар и в результате деньги отослала. И человек с сайта удалил свои данные, телефон отключил. Что нам делать? Посоветуйте, пожалуйста. Вот такое вот даже происходит. То есть мы говорили о том, что вы можете дозваниваться, рассказывать, есть ли такие, скажем, несчастные случаи, когда отправляют деньги. Вот, Артем, ты у нас как человек с ведущей в этом плане. Вот что в этом плане посоветуешь? Что делать? Обращаться к Даниэсу, скажем, частным предпринимателям, это все-таки традиционный способ и наверняка и надежный еще. Ну, тут уже, видимо, деньги не вернешь, но все-таки перед тем, как совершить покупку, какой-то заказ через интернет, все-таки нужно посмотреть, какие гарантии дает продавец. Как это все происходит? То есть, если товар приходит, то вообще по какой системе работает этот продавец? Все это нужно учитывать, это смотреть очень внимательно, потому что все-таки это ваши деньги, уважаемые телезрители. Будьте внимательны, конечно. Нужно смотреть все по полочкам. Правила со всеми ознакомливаться, смотреть уже вопросы, ответы. Да нет, я немножко напомню, у нас разгорелась небольшая дискуссия в первом получасе, и я вот за традиционный способ покупки, совершения покупки, потому что шоппинг и такое удовольствие. Наша мужская половина нашей команды программы «Твоё удро» за то, чтобы можно было заказать, сидя в мягком кресле и так далее. А как вы считаете, что правильно? И что в данном случае нашей телезрительнице посоветовать можно? Если для телезрительницы, конечно, надо было удостовериться в оригинальности этого сайта. Это источник, первоисточник, откуда это всё идёт. И на будущее быть осторожным, и желательно, конечно, заказывать у проверенных и уже довольно крупных сайтов, известных. Что касается, как лучше, ну, конечно, традиционный способ, он такой со смаком. Ты ходишь, совершаешь шоппинг, и ты счастлив, и доволен, это радость все-минутная. Но, к сожалению, наша жизнь, она сейчас очень активная, и мы не всегда имеем возможность отправиться на шоппинг. И тут идёт во спасение интернет. В принципе, идя в ногу со временем, сейчас одна из первых наших задач, как салона одежды, это обзавестись интернет-магазином. Потому что у меня есть клиенты из других городов, и им было бы ещё более удобно, чаще и больше совершать у меня покупки. То есть вы будете параллельно с традиционным способом, скажем так, будете держать бутик, но и параллельно, я так понимаю, всё-таки заведёте, скажем так, интернет-магазин, откроете интернет-магазин. Как скоро это будет? Ну, я планирую запустить вообще интернет-магазин, это не лёгкая задача, и официально, и финансово, где-то в течение года, это всё не спеша привести в должный вид. У нас есть ещё телефонный звонок, доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Дина. Дина, очень приятно. У вас есть вопрос или мнение? Нет, у меня есть мнение по поводу интернет-магазинов. Дело в том, что я согласна, конечно, с тем, что очень приятно ходить по магазинам, выбирать, воучивая, да, щупать и так далее. Да, это очень приятная процедура, когда как бы есть из чего выбирать. Дело в том, что не у всех в городе женщин и мужчин фигура как бы стандартная, да? Вот, что делать? Дамам роскошных размеров. Будем так говорить. Очень сложно выбирать большие размеры, потому что, в принципе, в городе очень мало бутиков, кто конкретно непосредственно занимается женщинами полными. Дело в том, что в интернете я нашла один сайт, заказала там одежду и, кстати, очень удобно через КАС-почту работать. Остались довольные? Товар приходит туда, да, ты оплачиваешь при получении. Вот, я просто в виде эксперимента заказала недорогие вещи. Они пришли. Сумма была, в принципе, очень относительно небольшая. Даже по сравнению с турецкими вещами, это как бы стоимость одной вещи была. Здесь пришли четыре вещи. Скажу сразу о качестве. Качество было очень неплохим. Я посоветовала всем моим подругам таких же роскошных форм. Все стали заказывать там. Поэтому, в принципе, как бы, я согласна. Если, вот опять же, вот девушка в студии, я вас приветствую. Если вы вводите такие вещи, пожалуйста, скажите об этом вслух. Мы будем приходить к вам. Ну вот, да не я. Спасибо огромное вам. Спасибо. Раз есть такая возможность сказать. Действительно, мы занимаемся большим размером. Это одна из наших квалификаций. Я работаю с сороковым по 60-й, 64-й размер включительно. И вот тут, опять-таки, плюс физического присутствия человека. Да, мы с пышными формами имеем свою специфику. И их надо одеть правильно, не сделав ее хуже, чем она есть. Внешне. И тут важна примерка. Это мы любим, умеем и с удовольствием вас оденем. Дания.кз. Там можно все найти подробно. Дания, а вот у меня вопрос. Вы сами обращались ли к интернет-магазинам? Или все-таки, когда отправляетесь за покупкой в Турцию и в Эмираты, что-то присматриваете там уже, опять же, примериваете и так далее, отправляетесь на шопинг? Или обращались к интернет-магазинам? Ну, я очень люблю ходить на шопинг за границей. Это моя слабость. В интернет-магазины, да, обязательно я обращалась, потому что там действительно можно найти очень много всего того, что не представлено ни у нас в Казахстане, ни в нашем городе. И это открывает границы твоих возможностей. Ты можешь заказать товар из Америки. Ну, то есть не выезжая никуда. Я очень много всего заказывала. И одежду не для себя, но для своих. И очень удачно. Косметику, диски, программное обеспечение. То есть очень много интересных вещей. А вот то, что у нас сегодня представлено на столе, это вот то, что вы заказывали. Бижутерия, опять же, да? Нет, бижутерия – это то, что представлено в нашем салоне одежды, да. А то, что стоит косметика, это вот самый буквально последний заказ. Вот он только недавно пришел. Он даже еще не открытый, да? Да. А вы в подарок или для себя вот заказывали косметику? Я для себя. Я для себя. Для личного пользования. Вот такая вот бижутерия. Ну смотри, ну просто супер. Что это? Ну это сейчас такой самый супертренд, да. Усики. Усики, да. А из одежды, да не я, что приходилось заказывать по интернету? И приходилось ли вообще? Да, приходилось. В нашей семье мы заказывали, то есть мои непосредственно ближайшие родственники, одежду, спортивные костюмы, футболки какие-то необычные. Ну то есть все довольно хорошего качества. С каких стран чаще всего заказываете? Вот вы знаете, страну производителя я вот как-то не уточняла. Но когда заглядываете на эту страничку, вот позади нас вешалка, и у нас представлено несколько, скажем так, видов одежды. Это вот топик, пиджачок и платье. Когда заказывали одежду, мы смотрели по характеристикам, то есть размер, опять же, есть, в процентах даже указывается, какой материал, то есть это хлопок или трикотаж. Ну, вы знаете, у нас этим занимались наши мужчины, а мужчины, они не совсем входят в эти тонкие подробности составов. Да, им понравилось, они заказали. Такая импульсивная покупка. Вот. А вещи, представленные здесь, это уже тоже то, чем располагает наш салон одежды. Это то, что делается непосредственно отбор коллекций, когда ты присутствуешь в Стамбуле или в Эмиратах. То есть то, что ты делаешь на месте. А вот, ну, вы как, очень часто, как вы сказали, заказывали в интернете. Что вы посоветуете начинающим пользователям, которые хотят заняться интернет-покупками? Ну, я прежде всего посоветую быть аккуратными и все-таки заходить на очень крупные известные сайты, посоветоваться со своими знакомыми и родными, кто уже имел опыт заказов через интернет, и что все прошло окей. Вот. И уже на этих сайтах заказывать. И быть осторожными с суммой. Ну что ж, Данья, спасибо вам огромное, что вы уделили сегодня нам внимание, рассказали, объяснили, пояснили. Сегодня мы говорим об интернет-магазинах. Ну, продолжим. Мы после рекламного блока, а у нас в студии сегодня был частный предприниматель Даниэм Аштаковым. Я напоминаю, говорили мы об интернет-магазинах. Да не я. Вы сегодня пришли не с пустыми руками. Я, насколько поняла, я увидела этот цветок замечательный. Вот эти прекрасные цветы. И подумала, что вы его заказали тоже по интернет-магазине. Нет, это для вашей прекрасной студии. Это я купила на месте. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам, что вы пришли с хорошим настроением. Ну, еще и не с пустыми руками, как бы это скромно из наших уст не звучало. Мы продолжим после информационного блока говорить на нашу сегодняшнюю тему интернет-магазина. Не переключайтесь, впереди все самое интересное. Спасибо. Спасибо.